Я считаю, что цены слишком упасть не могут, потому что это не только наше дело. Дело в том, что сегодня, если посмотреть на мировую добычу нефти, то большой объем добычи приходится на Соединенные Штаты, на Канаду. В Канаде, кстати говоря, довольно большое количество нефти разрабатывается из так называемых нефтяных песков. Это тоже такая нетрадиционная нефть, и там себестоимость получения примерно 60-70 долларов за баррель. В Техасе некоторые месторождения, которые разрабатываются американцами, тоже имеют примерно 50-60 долларов за баррель, за бочку. И главное, что касается Ближнего Востока, то экономика многих ближневосточных стран тоже рассчитана на цену 90, а Саудовская Аравия 100 долларов за бочку. Поэтому я думаю, что слишком большого падения не будет. Ну, какие-то вопросы могут быть, но вы знаете, что в этом году у нас наш бюджет рассчитан из примерно 95 долларов за баррель. Наверное, так он и будет в среднем. Погода может даже немножко больше. Ну, что я могу сказать. Мы работали и жили, когда цена была и 13, и 15 долларов, и не умерли. Да, было тяжело, но тем не менее катастрофа не произошла. Поэтому я убежден, что экономика наша будет работать в нормальном режиме, учитывая, что все же надо работать над сокращением издержек при добыче. Тут тоже есть немало вопросов, проблемы, и достаточно большие резервы есть. И есть у нас многие передовые наши компании, которые имеют достаточно серьезные большие наработки в плане снижения издержек. А это значит, тогда они будут получать большую прибыль, а отсюда их вклад в налоговую систему и в наш бюджет.